Всем привет дорогие друзья, с вами канал Thaiger Now Play, и сегодня необычное такое у меня видео, я решил сделать обзор по замене стандартного жесткого диска на 500 гигов, и будем мы заменять жестким диском на 2 терабайта. Я покажу как легко его можно поменять жесткий диск, как закачать операционную систему на него, ну в общем смотрите. Для этого нам необходим сам же вот жесткий диск, приобрел 2 терабайта, вот видите 2000 гигабайт, жесткий диск, дальше нам нужна обычная кастовая отвертка, и флешка, достаточно 1 гиг, у меня здесь не 4 гига, достаточно гиговую флешку, для чего нужна она, чтобы установить на нее программу смещения, скачать с официального сайта PlayStation, чтобы закинуть ее на жесткий диск новый. Так давайте, для этого нам надо вот снимаем левую сторону самой приставки крышку, просто давите ее на себя, вот она вышла, вот крышка этой стороны пока, и вот этот болт, нам необходимо его открутить, чтобы вытащить жесткий диск, тут достаточно всего подключить один болт, вот, и вот салазку просто вытягивать самой полностью, вот он, вот он так выглядит сам жесткий диск, стандартный 500 гигов, но они по размеру одинаковые, ничем не отличаются, просто объемом, ну и фирмы другие, так чтобы его вытащить нам надо вот эти 4 болта открутить, открутить, и его потом просто выдвигать, вытаскивать, давайте его открутим, сейчас, минуту, вот я открутил 4 болта, видите, и просто ее вытаскивать, вот, вот он сам жесткий диск, сейчас покажу, вот он, написано здесь 500 гигов, камера не хочет фокусироваться, ну вот он так выглядит, и будем его менять на новенький жесткий диск, жесткий диск фирмы Samsung, модель точно не помню, но вот он так выглядит, вот он Samsung, 2 терабайта, вот она вроде модель егоная, здесь камера плохо фокусирует, ну, в общем, жесткий диск будет в описании к этому видео, и где его можно приобрести, и за какую цену, будет ссылка на сайт, давайте поставим вот этот новый жесткий диск, также его просто вставляете в салазку, и также 4 болтика закручиваете, вот я закрутил все болты, вот, на его жесткий диск, вот он на 2 терабайта, давайте поставим его на место, ставите вот в таком же положении, как и снимали, по-другому вы его никак не засунете, он просто не зайдет, закрываете до конца, вот, и вот этот болтик ставите на место, вот, в принципе, и все, осталось нам установить программное обеспечение, обеспечение, так, закрываем крышку, так, все, крышка закрыта, вот и все, установим жесткий диск, осталось дело за мало, да, и кстати, необходимо знать, что PS4 рассчитан на использование жестких дисков ноутбучного формата 2,5, не более 12,5 мм толщину, рекомендуется использовать накопительной толщиной 9,5 мм, некоторые накопители могут быть несовместимы с PS4, это надо уточнять, но вот, моя модель, вот, я поискал в интернете, просто смотрел, моя модель была своим стимулом, и поэтому сделал эту модель, я не смотрел там на какие-то там обороты, скорость просто, я искал как можно больше объема жесткий диск, который в данный момент можно установить, на самом PS4, и вот кроме этого жесткого диска, я больше объема не видел, было бы на 4, если бы была возможность, я бы поставил, почему так много, потому что PS4 нам предлагает, ну, стандарт 500 гигов, его, в принципе, не хватает на игры, это не PS3, который там игры весят там по 18-20 гигов, тут даже, если предположить, взять, например, такие популярные игры, как GTA 5, Battlefield, Dragon Age, там еще много других, они, большинство все весят по 50-60 гигов, это получается на 500 гигов, там штук 10 только можете закачать игр, и все. А так как игры делают не на один месяц сейчас, а бывают онлайн игры, извините, которые делают на несколько лет, постоянно обновляются, и набирается такая коллекция, и не хочется с ними расставаться, удалять их, поэтому набирается такая небольшая коллекция, в которой недостаточно жесткого диска на эти игры, ну, я решил поставить вот этот жесткий диск, так, еще что надо вам знать, а, кстати, саму флешку вот эту, прежде чем сюда установить программное запечатление, эту флешку надо форматировать в формате FAT32, и должно вставлять объем этой флешки не меньше 1 гигабайт, потому что само программное запечатление, оно весит там около 90 мегабайт, что ли, и, кстати, чтобы скачать его, надо сначала форматнуть FAT32, потом установить в корень флешки папку update, создать папку update, и положить файл сам в эту папку, и тогда только PS4 сможет найти, если вы не создаете папку, просто PS4 не сможет найти этот файл обновления, а файл обновления можно скачать с официального сайта PlayStation, там самая последняя версия всегда, ну, ссылка будет также в описании к видео, ссылка будет в описании к видео на саму прошивку, и на вот этот жесткий диск, где можно приобрести, и сколько он стоит, ну, и также сейчас по возможности я его понагружаю жесткий диск по тесту, и вам уже расскажу, как он работает, что из себя представляет, а также, когда вот установили вот новый жесткий диск, вам необходимо включать Sony, подсоедините всю Sony, вам необходимо включать ее не от джойстика, а от вот этой кнопки, самой PlayStation, и удержать ее около семи секунд, ну, надо удержать кнопку, пока не прозвучит второй сигнал, как второй сигнал прозвучит, PlayStation 4 сдаст второй сигнал, то загрузите в безопасный режим, и в безопасном режиме там выйдет меню, соответственно, там нужен определенный раздел выбрать, и закачать, ну, сейчас я вам это все покажу, увидите сами. Так, вот я подсоединил консоль, тут необходимо подключить беспроводной джойстик через USB кабель, подсоединяем и нажимаем кнопку PlayStation. И вот выходит такой безопасный режим, и выбираете шестую строчку, иницизация системы PlayStation 4. Вот она написана, иницизация системы PS4. Потом он попросит вставить USB накопитель, ну, флешку, где находится ваше программное обеспечение, вставляете, и автоматически он проверяет его, и начинает устанавливать это программное обеспечение. И все, и потом выходит, ну, она перезагружается, и как бы получается, вы как вначале купили PS4, у вас все там настройки часового пояса, там расширение, вы будете все это настраивать по новой. Ну, я сейчас уже установил это все программное обеспечение, сейчас покажу, что, ну, что действительно он установлен, сколько объем показывает, сейчас настройка покажем, покажу жесткий диск, объем, насколько загружен. Вот сам объем жесткого диска, 2 терабайта, показывает свободно 1 терабайт, 770 гигов. Приложение у меня тут, я уже забил его своими играми, у меня там скачаные игр 68 вроде бы игр, там Индии не так много, большинство там таких крупных игр занимает, вот они, эти игры 1.8, потом у меня галерея там есть, сохраненные данные почти на 2 гига, приложение, темы, и свободного места у меня еще 687 игр. Ну, если, грубо говоря, его на игр 100 точно хватит, этого жесткого диска. Так что, кто покупает набутающий жесткий, сберите, лучше сразу на 2 терабайта, его вам надолго хватит. Не надо будет думать о свободном месте, там удалять что-то, искать свободное место, чтобы скачать какую-нибудь новую игрушку. Лучше сказать, устанавливать жесткий диск, потому как места много. Цена будет все в описании, как я уже говорил. Ну, примерно он стоит около 6500 по старому курсу, сейчас по новому не знаю сколько, но там будет ссылка в описании будет, жесткому диску и на файлы. Также хотел рассказать, что этот жесткий диск уже установлен у моего знакомого, он им пользуется уже полгода и никаких претензий к этому жесткому диску у него нет. Он не шумнее стандартного, ну и не тишиной. Если честно, я не заметил никакой разницы, что он там что-то громче или тише работает. Такой же жесткий диск просто больше объем. По оборотам скорости вроде бы у него так же все там, 5400 оборотов вроде стоит, как и на стандартном. Ну что ж, на этом я свое видео заканчиваю. Также подробно будет все у меня в описании. Те, как флешку скачивать, как форматировать ее правильно, все будет в описании подробнее. Ну что ж, кому понравился мой обзор, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, всем пока.